На улице весна, стало гораздо теплее, но значит ли это, что у людей теперь нет потребности в горячей воде? Думается, что это не так. Все-таки 21 век на дворе. Однако во многих многоквартирных домах Черкеска то и дело возникают проблемы горячего водоснабжения. Простите, у вас бывают проблемы с горячей водой? Бывают. У нас с утра, пока воду сольешь, так минут 20 надо. Потом еле-еле тоже, не очень-то. А скажите, пожалуйста, у вас бывают проблемы с горячей водой? Сегодня нету. А вообще бывают такие сутки? Бывает. Часто? Ну, не часто, но бывает. У нас бойлер переделали нормально, было раньше, да. Бывают проблемы с горячей водой? Да. И очень даже хорошие. Приходится спускать очень долго холодную воду, пока потечет горячая. А щечки крутят. А вот сейчас нету уже. Сегодня отключили отопление и водички нету. А так терпимо. Собственно, мы к этому привыкли. В справедливости ради надо сказать, что большинство нами опрошенных на отсутствие горячей воды не жаловались. Правда, у половины из них в квартирах стоят индивидуальные газовые колонки. А вот жильцы домов по улице Магазинная, ТСЖ Химик, пользуются центральным отоплением. Ну, как пользуются? От случая к случаю. Момента, когда из крана потечет горячая, а не теплая или вообще холодная вода, никто из них предугадать не может. Причем даже получасовой слив воды не помогает. Может пойти даже холоднее, чем было. Вода бывает настолько еле теплая, что, ладно, если можно посуду еще как-то помыть, то, чтобы искупать детей, приходится воду дополнительно греть на печке. Особенно утром иногда. Чуть теплая. Когда вот надо на работу, и все. И как часто это? Ну, вот было почти на той неделе, почти каждый день. Ну, если купаюсь, купаться, например, я ставлю вот такую вот кастрюлю алюминиевую, грею, чтобы она закипела. Потом вливаю в ванну и нормально купаюсь. Ну, все делать. Но раньше такого не было. У нас была такая вода, что руки туда не всунешь. А сейчас, конечно, вода хорошо теплая. Ну, душ можно принимать, а ванну, пока наберется из этого кранника, она уже хвастается. Ну, бывает теплая, а иногда прям холодная. Что при мытье посуды, что для водных процедур, кран смесителя практически бесполезен. Он всегда в крайнем положении, потому что смешивать еле теплую воду с холодной не имеет смысла. Тем временем счетчик нещадно наматывает цифры, которые затем превращаются в рубли. Их сумма, естественно, получается на порядок больше, чем реальная стоимость такой, в кавычках, услуги горячего водоснабжения. В какую трубу уходит разница, по идее, должны разбираться соответствующие органы. Ведь закон сохранения энергии, равно как и закон о правах потребителей, еще никто не отменял. Вот в этот период, когда оканчивается отопительный сезон, всегда люди жалуются на то, что горячей воды нет. При плюсовой температуре тепловые сети дают меньше температуру по магистрали. То есть на вводе в дома поступают где-то градусов 45, вы никак не получите горячую воду, чтобы из соска шла 60 градусов, которая требует сампир. Ну а что делать жителям, которые платят за услугу? Ну, согласно жилищного кодекса, температура воды ниже 40 градусов является холодной водой. Вот отсюда... То есть можно не платить за... Ну, получается так, что вы вызываете или Роспотребнадзор, или жилищную инспекцию, вот, актируете это все и подаваете. То есть они должны делать перерасчет и, да, не оплачивать. До таких крайних мер жильцы домов по улице Магазинная пока не дошли. Их недовольство обрушивается в основном на председателя ТСЖ. Она, в свою очередь, пишет письма в профильное министерство и непосредственно в тепловые сети. Оттуда приходит ожидаемый ответ, что необходимо привести в порядок внутридомовые коммуникации. И то, что они тут пишут, ну, это... Ну, отписка в полном смысле. Они пришли, вот здесь вот стояли комиссии, когда я им открыла этот самый прибор, посмотреть, подача 52 градуса. Ну, они плечами пожали и все. На вход они должны подавать 65-70, но мы уже были согласны на 60, потому что у нас в теплообменнике четко написано. Работает, когда подается от 65 до 70. Теплообменники нагреваются нормально. Чистка его тут ни при чем. Сценарий этого разбирательства довольно знаком. Вот кадры нашего прошлогоднего репортажа, когда тепловые сети и управляющая компания точно так же обвиняли друг друга в том, что в домах по улице Ворошилова холодно. Между этим молотом и наковальней оказались жильцы, чаша терпения которых переполнилась, и они вышли на стихийный митинг. Нужны деньги. Грубо говоря, нужны деньги. Так мы 27 лет платим, мы в ЖКХ и в теплосети. После выхода того сюжета на телевидении ситуация с теплоснабжением домов по улице Ворошилова более-менее наладилась, хотя никакого ремонта внутри домовых сетей не производилось. Кстати, тогда мы так и не добились комментариев от представителей теплосетей. Получить внятные ответы на наши вопросы не удалось и на этот раз, несмотря на многочисленные попытки. Ну, это только к нашему руководителю. Я только что позвонил в приемную, мне дали ваш номер, сказали зам главного инженера. Да, но по этому вопросу я комментировать ничего не буду. Или предупреждайте заранее. Я вот предупреждаю. Сегодня однозначно нет, потому что директора нет, и все равно этот вопрос только через него. Потому что без него никаких информации, ничего не будет. Никаких комментариев тоже. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Это с телекомпании «Черкеска». Я сегодня звонил по поводу магазина 26. Мне сказали, там делали обслуживание. Хотел бы комментарии получить. Комментарии в письменной форме обращайтесь. Через руководителя пусть проходит. И тогда уже он будет распределять, кто будет этим заниматься у нас. Застать директора теплосетей или хотя бы получить его санкцию на комментарий нам, к сожалению, так и не удалось. Главный инженер предприятия Сергей Борисенко вообще наговорил нам по телефону удивительные вещи. А потом еще и пригрозил судом, если мы дадим в эфир этот разговор. Ну да ладно, вернемся к сути дела. Совсем недавно в общественной палате Карачаева-Черкесии проходило широкое заседание, где заинтересованные стороны обсуждали вопросы теплоснабжения. Для того, чтобы наконец определиться с ответами на извечные вопросы, кто виноват и что делать, резонное предложение прозвучало как раз из уст директора теплосетей. Мы предлагали неоднократно установить на вводе в дом термометр и манометр, для того, чтобы определять, если приходит недостаточная температура или недостаточное давление, значит это проблемы тепловых сетей. Такой прибор, как оказалось в доме по улице магазина А26, давно установлен. И его показания постоянно фиксируются. Вот сейчас на данный момент подача температуры до стены 47 градусов показывает. Как может эта температура нагреть наш теплообменник? Неудивительно, что после прохождения по трубам из горячего крана течет вода, температуру которой можно измерить даже обычным медицинским термометром. Но в данном случае эти 39 градусов обозначают не жар больного человека, а больную проблему, которую безусловно надо решать. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok